всем приветик я сегодня хочу показать вам мои папоротники ну как бы мои новички которые приобрела не так давно но они уже подросли кое-какие а другие дали мои домашние уже росты так вот я вам показывала когда мне высылал маленький совсем такой тест со спор микросфором пикай вот еще ну как бы непонятно но что-то вырисовывается вот у него на концах вот прям вот они длинные на конце будут такие вот кудряшечки висеть более длинные узенькие вайки будут и на кончиках вот со спор конечно подольше но тем не менее растет растет так хорошо там даже как бы образуются эти детки ну девиночки несмотря на то что он маленький подрос скажем так дальше вот этот вот тоже у меня новичок тоже не высылали маленький совсем это длинная название к сожалению не знаю знаю что нарастет очень огромная просто зеленая но красивая какие у него и шикарные такие кончики как волнистые тут молодой вот идет ровный вот молодой молодой а потом становится более волнистые вот такую уже выдал хвостик такой красивый кормилище на нем растут обожаю дренарии обожают просто потешно вот а вот эти вот друзья вот это сразу показываю название я не знаю было тайское растение это не пролепис однозначно тут еще ваи не мои но уже есть смотрите как мало того что он растит ваи из общей как говорится это но розетки он дал две детки уже купала я в июле в конце и вот так быстро у него еще не знаю как бы это снимать над под микроскопом что-то другой не знаю есть такие ворсинки вырастают на нем но пока вот он в таком виде будет более красивым я и конечно покажу но это новинками вообще как бы вот здесь нет ладно отрастет побольше чуть-чуть и маленько вон видите в ворсинки да вот кто в папоротниках разбирается тот меня поймет про какие ворсинки я говорю вот они начинают только и молоденькие хорошо что он быстро очень адаптировался как у меня вот и вот второе дитя второе дитё образовал пока еще такой вид совсем у нас там я те отделю отдельно уже свои буду выращивать ну и интересный очень прям кива и необычные сейчас еще конечно вид не совсем красивый но я рада что он растет растет вот эти новые вот кстати волосинки в общем игре кто кто занимается папоротниками тут тут поймет что это за непролепись название я его не знаю к сожалению далее ну вот у этого было название тоже это вместе я получала это не мой это с этим листом я получала и вот это было уже вот этого было ну подписано было дринария ригидула ригидула ну ригидула это их подвид ригидула да и калифорния но я не знаю правильно у меня не похожих много кстати вот этих вот вот и вот наконец-то я дождалась мои 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 пошли пошли мои так что потихоньку адаптируемся последние что получала тайские что-то там тоже начинает расти ну пока еще рано показывать тут эти ты еще рано ну ну ладно покажу в общем будет что-то красивое это не до мощного и он знаете вот он не кожистый какой-то как например вот этот папоротник тоже кстати вот микросорум вообще-то а этот более такой нежный у него вайки ну думаю будет красота на следующий к весне я думаю будет уже красота заросли нужно да еще у меня и заказ я еще жду не знаю что это не придет не знаю то что я заказывала знаю но не всегда приходит то что все что заказываешь такая лепота а сейчас давайте посмотрим помните я сеяла споры горох горох я не люблю вообще ни в каком виде так это у нас самый первый я его не подписывала я только это самое подожди подожди нет какого числа не подписывала это у нас эти твердомиум да не еще один есть еще с вами стала доставать там есть тоже густо насеянно но тем не менее мы видим что растем потихоньку сеяла и где-то в марте точно какого числа я не помню но дело было это в марте начале марта да со спор конечно долго но интересно очень интересное занятие очень так это у нас циртумиум серповидный кстати потому что их несколько видов ну вот он который у меня вот он сейчас опять весь весь смотрите все ближе он без постоянно в этих спорах постоянно видно и хоть засесть целую плантацию можно сеять так вот они у меня и стоят прикрыты пакетиком под лампой потихонечку растут думаю фикировка будет не ранее весны я подумаю но там посмотрим потом я еще все его споры с этого тоже начали расти это терис онги фолия тоже очень интересные его и ни разу еще со спорни и сама покупала со спор деточку ну как деленочку скажем или как назвать и не знаю но сама посеяла впервые посмотрим что нарастет иногда попадаются другие вместо того что посеял зеленые поля ну густо очень густо это вот этот который это вот с него я брала так дальше дальше у меня сейчас я беру который асплениум я думала что это живородящий но он был в магазине подписан но я думаю это какая-то другая разновидность асплениума которую ты мне подарил большой потому что ничего подобного там никаких луковиц не образуется он просто не разрос уже ужасно как сильно и этом просто вот с одной этой тоже чуть-чуть немножко взяла но зашло их немного прям вот прям поштучно интересно как будто вот так здесь мог какой-то а вот они это вот с того большого что мне дарил муж на че там не дарил на 8 марта или на день рождения не ну чё ты сюда решение помню у нас подарки все в это в растении исчисляются растению ну конечно нет за исключением там бытовой техники и всего прочего это конечно да будет очень если все хорошо будет мощный тоже папоротник наверное не меньше чем вот этот гигант вообще прям разросся тоже думаю что не меньше разросся с него если бы я еще не брала не продавала не знаю уже горшок разломал ну вот что я вам хотела показать по поводу папоротников эти последние что 2 я получал и посадила все благополучно все живы по мне всего два вот сейчас гружу еще не знаю что придет потому что заказываешь больше а у них не всегда наличие есть конечно сейчас это в тюмени очень большой очень большой 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 выбор папоротников ну как конечно они дорогие очень дорогие скажем даже и не тысячу дороже вот но я очень рада что их стало такое разнообразие что можно все же выбрать потому что еще вот года три назад ограничено все было вот прям вот эти папоротники вот у коллекционеров их не выбросишь и там выбирать нечего было одни эти одианты мы были так дринарии появляться начали кстати у меня дринария моя отошла хорошо которая средняя пастролистная то есть ну как с варегатностью есть крупные ваи а у меня средние крупную я собираюсь заказать наверное только уже в следующем году сейчас этот заказ придет наверно не ранее октября этом они хоть и пишут что заказывала в августе да заказ придет написали что в сентябре но в прошлый раз по прошлому заказу у них месяц перескакивает то есть я заказала в июне а мне пришло в августе да сейчас заказала в августе идет должен прийти в октябре я думаю хоть и не пишешь что с приходом в сентябре я думаю нет вряд ли не знаю почему так но когда я вот раньше заказывала избейская вот у них не они не адаптировали вот у них приходила да кстати у дринарии этом я заказывала еще кое-что в этот тот висит гониафлебиум вот они сразу им поступали поступала с таиланда и они буквально на следующий день отправляли уже то есть у себя они не оставляли на адаптацию на какую сейчас не какая-то адаптация семидневная вроде как я прочитала особо в подробности не вдавалась но в общем вот так вот не особо такой может для всех это интересно ну те кто папоротниками занимается может заинтересует мое видео хочется ведь для всех постараться и кто занимается папоротниками увлекается кто хоями ну в общем орхидеи вот теперь немного есть но уже немного наверно уже и достаточно что еще ну на балл балкон не буду показывать скорее всего наверное в конце сентября до что подросло что как выглядит чего до в конце месяца потому что я сейчас посмотрела но особых изменений не увидела ну да там одна хоя цветет в общем где-то в конце сентября наверное балкон покажу нож чуть раньше ну все мои хорошие спасибо вам за внимание спасибо что вы мне пишете вчера прямо какой-то это все пишут прям в личку господи народ вернулся с отпусков я очень рада с огородов со своих вернулся ну в общем поздравляю всех с первым днем осенью хотя у нас такая жара стоит в осенью не пахнет вот и конечно снова поздравляю всех с первым сентябрем день днем знаний всех мамочек папочек и их деток которые пойдут учиться хоть в первый класс хоть в одиннадцатый ну на этом все заканчиваю всем всего доброго всем теплой солнечной радостной осени всем пока ну